Владимир Алмата, депутат. Кирилл. Владимир, какая отметка у вас была в школе по русскому языку? Четвёрка. Что, два Л? Пожалуйста, два Л сделаю. Хотелось бы. Ради Бога. Ну, покороче надо. Это не характерно для русского языка. Чтобы на конце было две согласные. Чужое имя, не русское. Владимир, скажите по латыни первые слова католического гимна «Радуйся, Мария». Ава, Мария. Верно. Голосование окончено. Сейчас мы узнаем, кто, на ваш взгляд, самое слабое звено. Дмитрий. Владимир, напомните, чем вы занимаетесь? Депутат. А чем деньги на жизнь зарабатываете? Пишу статейки, романы. Но, в основном, пожертвования еще. На жизнь хватает? Хватает. Хватает на хлеб с маслом или с чёрной икрой? И с сыром. И с икрой. Даже, так сказать, диеты с обедами. Хорошие, хорошее у вас пожертвования. Каков ежемесячный взнос в вашей партии? Один процент от всех доходов за месяц. А как оценивается ваш месячный доход? Бухгалтерии и Госдумы. То есть все пожертвования проходят через бухгалтерию? Нет. Берется в виду мою личную заработную плату. А пожертвования это уже, так сказать, такая вещь, что это нельзя называть подарками. По законодательству подарки должны входить в облагаемую сумму для налога. А личные отношения это никого не интересует. Статья 24 запрещает собирать информацию о личной жизни граждан. Всё? Всё? Больше не задаю вопросов. Только один. Почему Дмитрий? А вот Дмитрий, потому что питерский. Хоть здесь их придавить немножко. Слишком много их. Два из Питера и по стране кругом. Придушить, придавить. Они обнаглели уже. Пусть домой едет. Там поёт и там выигрывает. Вы серьёзно настроены на игру? Я хочу поиграть. Я не хочу уходить оплёванный. Лучше я потом их всех оплюю. Последний, если получится. Владимир, название какой российской популярной группы переводится как «высокая точность»? Ну, подскажи, Михаил, что ты стоишь? Это неправильный ответ. Хай-фай. Голосование окончено. Пришло время узнать, кто, на ваш взгляд, самое слабое звено. Игорь! Владимир, вы чувствуете себя комфортно на нашей игре? Да, нормально всё. А есть места, где вы чувствуете себя некомфортно? В сэопарк. Рычат опасные звери. В морге. Цветочки. Все стоят, плачут. Я никогда не плачу. Умер, и хорошо. Бог да, Бог взял. У нас праздничная программа. Ну, тоже бывают праздники. Частные случаи. Владимир, я могу сказать? Хорошо. От вас холодом веет, поэтому я и стараюсь. Можете не стараться. Скажите, а в Думе менее опасно, чем в зоопарке? Там очень напряжённо, постоянно. Те, кто там не бывают, они просто не знают. Там собрались враги. В масштабах всей страны в одну точку. Всё равно, что всех шакалов, гиен загнать там в какую-то одну точку. Или всех пауков, всех гадюк. Это вот... Значит, что в Думе, что в зоопарке, одно и то же. Опасно и напряжённо. И некомфортно. Ходите, отдыхаю. Владимир, поднимите, пожалуйста, свою табличку. Назовите, пожалуйста, пять причин, по которым вы выгоняете Игоря. Ну, место жительства Сахалин. Раз. Там вечные проблемы, надоело это всё. Второе, волосы слишком длинные. Вторая причина. Третье, и поёт, и композитор слишком талантливый. Хорошо. Ну, четвёртое, он неплохо играет. Надо убирать конкурента. И последнее? Последнее часто выступает по телевидению. Вот у него пистики все про любовь, а любви нет. Это обманывает женщин, пускай идёт, гуляет. Вы завидуете Игорю, что он больше нравится женщинам, чем вы? Ничего не завидую. Он раньше меня умрёт от такой радости. Женщинам нравится сухой, поджарой, с деньгами. Пришёл, ушёл. Нету, тишина. То есть такие, как вы? Размазняшек там, всё, сюсюканье, всё, это рассказы, туда, цветочки. Это ничего не надо. Устали. Спасибо, Владимир. С праздником. Владимир, у нас, как в Думе, побеждает не самый красноречивый, а большинство. Вы самое слабое звено, прощайте. Большинство всегда это самые тупые, самые трусливые и подвержены коррупции. Вы стоите пропадом вы все. Меня выкинули эти жалкие актёрышки. Неприятно. Все три остались, кто они такие. Кто их помнит, кому они нужны. Напоследок бы, как говорится бы, шляпу сорвать бы с этого боярского, да и Веладзе, чтобы меньше улыбался, стоял бы, может быть. Ну, а Ивер, он-то, как-то, стоит, помалкивает, так, пускай не молчал бы. Я бы мог выиграть, в принципе. Тут ничего не соображают. Тупые все, надоели. Народ устал. Вчёртвился. До свидания. С праздником.